Добрый день дорогие друзья, с вами Наталья, вы на канале Дом за океаном из Коста-Рики, Греция. Заканчивается этот длинный год и к концу года хочется подвести какие-то итоги. Я показывала вам несколько видео о том, как строится здесь, в кондоминиум Монте-Сюма, Коста-Рика, Греция. Сейчас я хочу сделать еще один обзор, последний в этом году, чтобы посмотреть, что построили в этом году. Последние месяцы года было настроено столько, сколько не построено, наверное, за весь предыдущий год. Вот я покажу, что строится в нашем секторе. Я покажу наш сектор М, как он изменился, сколько домов было построено за последнее время в этом году и что сейчас строится. Буквально в последние недели года было заложено несколько домов одновременно. И те, которые были начаты строиться в ноябре, вот уже стоят стены. Видите, как преобразовалась эта улица. Вот этот домик в конце второй улицы нашего сектора. Вот еще участок, который разметили под строительство. Вот, подготовили для закладки фундамента. Видите, как бульдозером сделали. Пройдем дальше по нашей улице. Строительство этого дома закончено. То есть, следующий после предыдущего начатого дома. Третья улица уже почти заполнена. Вот эти дома тоже были построены в начале этого года. Этот дом тоже был построен в конце года, закончен. Этот домик был долгостроен, уже закончен. Людей, видно, не было денег закончить, строительство. Ну, так скромно, но закончили. Вот этот новый дом только-только сдали. Вот еще лежат мешки с цементом смелого синего окраса. Вообще-то здесь в Кондоминио принята своя палитра цветов. Не знаю, как им разрешили, но, наверное, потому что только какими-то частями он синий. Ну, и все. Рядом тоже заложили еще новый дом. Вот это буквально в этом месяце, в начале месяца, вот уже стоят стены до первого этажа и корона. Вот эта компания будет строить. Вот еще дом. Закончили очень быстро. Буквально за три месяца. Даже не успела ни разу сюда прийти, когда начали строить. Все, как говорится, простенько и со вкусом. Так чисто, красиво. Ну, еще не сданут мусор тут. Еще нет забора. Вот такой. Еще нет счетчика. А вот этот дом, который я вам показывала, строят очень давно. В начале года его начали строить. Он, конечно, такой грандиозный. Ну, вот-вот тоже закончат. Потому что позади его тоже начали строить еще дом. И там будет все быстрее. Так, дальше. Вот этот дом я тоже вам показывала, как он строился. Неожиданное решение. Они здесь поставили стены сплошную. Так что не видно его фасада. То есть, оказывается, что у него фасад выходит на ту улицу, а здесь у него патио. Ну, так. Пойдем на соседнюю улицу. Вот здесь, в конце этой улицы, есть участки на продаж. Такая симпатичная улица. Ну, вот, смотрите, еще одна строительная компания. Начала строить еще один дом в этом году. Заложенном в начале декабря или в конце ноября. Обычно занимают соседний участок для строительства. Не знаю, как они это будут разгревать. Наверное, страшно подумать. Вот такой дом. Большой. Построен во всю ширину участка. Вплотную приклеили к соседнему дому. Но это, как говорится, по желанию. Потому что не всем это нравится, чтобы второй дом стоял вплотную. Вот этот домик был в этом году построен. Такой милый. Вот этот пораньше. Все готово к приему гостей. Вчера, кстати, был во многих домах большой праздник. Играла музыка. Люди перетанцевали. Уже начали отмечать на жительство. Которое будет 24 на 25. И вот этот дом я показывала, когда начинали его строить. Он одноэтажный. Вот уже все. Аккуратно. И уже закончены. Люди уже живут. Вот такой домик. Ну, скромный такой домик. Это давний дом. И теперь пройдем еще на последнюю улицу. Да нет, не последний. Предпоследний. У нас их здесь 4. Вот на этой неделе начали строить вот здесь еще дом. Так. А вот тут большой дом. Это начали строить еще в начале ноября. Вот уже стоят два этажа почти. Их строят из Керта. Их, конечно, оттуда замечательный. И никто им этот вид не перекроет. Вот такой дом. не поленей спущусь вниз. А выше по этой улице есть еще один дом, который строится, достраивается, достойен внимания. что у них здесь? Что у них здесь? Видите вы, друзья, обратили внимание, что в Коста-Рике строят все на этой металлической арматуре. внутри каждого блока кирпичика проходит такая арматура. И кроме того, через каждый метр здесь даже чаще установлены металлические из арматуры колонны, которые заливаются бетоном. здесь конструкция очень-очень прочная. Потому что здесь вейсмическая зона. Вот, друзья, вот этот дом, который достраивает компанию из Керты очень быстро. Уже ставят второй этаж. Залито карбоном для второго этажа. И будут уже укладывать крышу. Все построено на металлической арматуре. Через каждый метр поставлены металлические колонны из арматуры и залиты бетоном. Все это делается по стандартам строительства в Коста-Рике, так как здесь сейсмическая зона. Вот этот домик был закончен без гаража. Сейчас они сделали вот навес для машины. Это все удешевляет строительство. Люди украсили даже дерево на своей улице. И вот еще один дом, который я показывала еще в каких-то своих последних обзорах. начинался строиться. Построен, но до сдачи ему еще далеко. здесь еще надо делать забор. Стеклить, красить. В общем, вот такой дом, но очень большой. здесь вот 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 решетка стоит по-видимому. Дальше, на соседнем участке уже тоже начато строительство. вот построили свою будку строитель. И будет уже строиться соседний дом. Далее компания из Керда строят в конце этой улицы. Вот еще один дом. тоже только заложен. Просто поражает воображение, сколько начали строить. Все закрыто. залили фундамент. А вот этот дом строили тоже давно. Давно-долго, но он еще не покрашен хорошо. С черепичной крышей. Ну, такой простой классический без премудростей. У него архитектура. Смотрите, как мне нравятся вот эти металлические двери решетчатые. Видите, как открыто все это тут будет проветриваться. это лестничная площадка и дальше выход на пати. В общем, это интересно. сделано портик такой колонны эти все продаются недорого. Они гипсовые, потом их цементом обклеивают. вот еще обмазывают. Вернее, вот так смотрится тот дом, который строят эскерты на той улице. И здесь еще дом закончен практически. вот не видно в процессе еще. Надо убрать участок и можно вселяться. Так этот дом тоже был быстрый в этом году. давно построен. Вот еще один новый дом. Этот был давно построен. Этот дом заканчивают. Смотрите. И этот дом вот только начали в этом месяце. Первый этаж поставили стены. Смотрите, как люди там приспособили участок. сделали навес. Разместили там велосипеды. Но это их территория. Дом тоже построен в этом году. Вот такой здесь вид. Такое тихое место. Вообще самый конец кондоминию. Есть свободные участки. Ребята, хотелось бы, чтобы кто-то воспользовался моим видео и открыл для себя это прекрасное место для жизни. поднимаем. так поднимаюсь. Вот теперь вернулась к этому угловому дому. который я уже показывала смотрите какая компания строила. Но строили долго скажу где-то долго. много. Года наверно уже росли не больше. Так они делали камнем натуральным. До вселения еще месяца два будут копаться. эфир все на сектор д то есть наши три улицы сектора а м это сектор д Он имеет много ответвлений То есть есть центральная улица Дектора Д И от него идут такие глухие улочки И вот мы здесь видим Одну из таких улочек Искерта Вездесущая Вот они асфальт восстановили И строят Это дом, который я вам из дырочки показывала Вот Так вот выглядит Наложили фундамент И уже выровняли практически пол Вот А на терматуру будут насаживаться блоки И вот еще Один напротив Но мы им даже не дали участка Чтобы расположить строительный материал Это как было у меня Это очень непросто так строить Ирнандес Вот такая компания еще Ну все-ка На этом В этой части кондоминию все Это только Одна Шестая часть кондоминию Потому что здесь Очень много секторов И где Строятся дома Уже в этом году Начали строить В конце года Я не знаю Ну это потому что банки дают кредиты Потому что очень редко кто строит На собственные средства Так как строила я Это конечно Получается все скромнее Но Я знаю Откуда изыскать потом средства Чтобы сделать окончательный ремонт И чтобы дом выглядел достойно Ну вот так На этом заканчиваю Свой репортаж Надеюсь вам понравилось Приезжайте в Коста-Рику Покупайте землю Если вас интересует Пишите мне Я вам оставлю свой телефон Вы можете Начать строить здесь дом И продолжать работать в России Кто-то может здесь Садминистрировать вашу стройку Ну вот те строительные компании Которые я показывала Они надежные И вы можете Заключив с ними договор В принципе не беспокоиться Они вам все построят А вы можете спокойно Продолжать работать в России На Украине Где-то на своей Своей стране И позже переехать сюда В общем спасибо вам за просмотр Подписывайтесь на мой канал Я буду еще делать Видео жизни и стройки здесь Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому